Здравствуйте, друзья! Работу, которую вы создали, необходимо будет экспонировать на выставке или разместить в художественном салоне для продажи. Работа должна хорошо выглядеть эстетически с правой и с левой стороны. Если это холст, как вы видите, проблем с этим нет. Достаточно наклеить бирку, подписать материалы, год создания, и работу можно вставлять в рамы. Вот работа в рамке. Здесь тоже вполне приемлемый эстетический вид. Я бы еще добавил чистый лист бумаги под эти крепления, а уже потом наклеил бирку. Несколько сложнее у нас обстоит дело с декоративными работами, выполненными как панно на ДВП толщиной 6 мм. Здесь есть технические отверстия, видны саморезы, кое-где заплыла краска. Как мы будем решать эту задачу? Я купил рулон обоев на распродаже. Всегда есть обои, которые остаются по одному рулону и не проданы. Их продают с большой скидкой. Мне необходимо отрезать кусок больше по размеру, чем наша панно. О ровности края пока заботиться не стоит. Клей ПВА добавляю в банку, для того, чтобы удобно было работать кистью. И начинаю смазывать поверхность клея. Клей распределяется по поверхности равномерно. Нигде его нет мало. То есть, если вот так размазывать клей, то он уже практически сразу высыхает на месте тонкого слоя. Поэтому клей накладывается обильно. Но все-таки какие-то лужи не создаются. То есть, вот это тоже неправильное нанесение. Распределяем равномерно. Хорошо прокрашиваем углы. Если во время нанесения клея какой-то участок подсыхает, возвращайтесь к нему и наносите еще несколько мазков. Очень много клея на поверхности не должно быть, потому что нам придется очень сложно прикладывать бумагу к поверхности. Поверхность смазана. Мне нужно обои с одной стороны намочить водой в ванне. Под краном воды я намочил обои и прикладываю их к поверхности, которую мы промазали клеем. Разглаживаем центральную часть. Дальше в дело вступает канцелярский нож. Он должен быть очень острый. У меня есть запасные лезвия для этого ножа. И если лезвие затупилось, его нужно поменять. Зачем? Вот при таком разрезании бумаги, если лезвие тупое, оно тянет за собой бумагу и ровного разреза не получается. Если же лезвие достаточно острое, то все складывается очень хорошо. Мы разрезали с четырех сторон центральную часть и теперь должны выровнять бумагу на поверхности. Давайте для удобства будем вращать эту конструкцию. Бумага двигается на поверхности и если получается какая-то морщина, то мы можем решить эту задачу, сдвигая бумагу и прижимая ее пальцами. Где-то остатки клея выходят, можно убирать его тканью. Не дожидаясь высыхания этой поверхности, мы обрезаем бумагу с краю. Нож держим полога, тогда он большей плоскостью режет бумагу. Если какой-то заусенец бумажный все-таки останется, лучше подрезать его позже, после полного высыхания. Бумага очень тонкая и мне с большим трудом удалось распределить ее без морщин по поверхности. Мелкие морщины все равно остаются, но я думаю, после высыхания они расправятся. Если бумагу обрезать не сразу, то на краях панно после высыхания она заворачивается и ее очень трудно подклеить назад. Посмотрите, вот здесь на краю панно я создал некую неровность, неправильно отрезал. И вот этот заусенец я буду подравнивать уже после высыхания. Сейчас то, что мы сделали, уже достаточно. Ну и еще попытаемся избавиться от морщин. После того, как поверхность высохла, прикручиваем крепления, которые можно купить в магазинах для художников. И нам нужно наклеить бирку, которая расскажет галеристу или покупателю о том, кто изготовил эту работу, из каких материалов она создана. Вообще, это хороший тон вас, как специалиста, который продает и выставляет свои работы. Я распечатываю эти бирки на самоклеющейся бумаге. Такая бумага продается. Все, нам остается заполнить поля бирки, обрезать лишнее и работа готова к экспозиции. Поздравляю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok